Всем приветчики, друзья! Я же говорила, пройдет совсем немного времени и мы с вами снова увидимся, так что ловите новое видео! Сегодня у нас будет день экспериментов, поэтому мы снова приступаем к нашей постоянной рубрике Проверка лайфхаков из инстаграм Свинья! Короче, типа не видно, сейчас высохнет Каждый день вы присылаете мне огромное количество видосов, некоторые из них выглядят очень-очень странно, некоторые даже устрашающе Но из этого всего можно действительно найти интересные, какие-то полезные лайфхаки, которые могут пригодиться в обычной жизни Сегодня, кстати, будет супер трэшовый лайфхак Когда я на него смотрю, у меня мурашки по коже В общем, вы все узнаете Давайте начинать! Кое-что у нас сегодня будет и для макияжа Например, на этом видеоролике популярная бьюти-блогерша показывает, как легко и просто Сделать такой прям инстаграмный, гламурный макияж При помощи упаковки пластиковой от накладных ресниц Нужно всего лишь вырезать вот эту круглую штучку Нанести на нее консилер плотный и прислонить к веку А потом сверху покрыть какими-то блестящими тенями И все получается ровненько, красивенько Так что давайте начинать! Первым делом, чтобы все смотрелось гармонично, нам нужно нанести тени на веки Я, как всегда, воспользуюсь коричневыми Пустой упаковочки у меня не нашлось, поэтому придется ресницы переселить в другое место И аккуратно маникюрными ножницами вырезаю вот эту круглую штуковину по контуру Бортик уберем, он тут только мешает Ну вот, я все подровняла, можно пробовать шаблон действий Беру свой самый плотный корректор И мы перекроем полностью всю верхнюю часть Даже надпись почти скрыл Прислоняем и прижимаем с каждой стороны, чтобы полностью все перенеслось на кожу Очевидно, что для моего глаза эта штучка маловато все-таки Но очертание вышло довольно ровное Попробуем с другой стороны Тут у меня уже вышло не таким ровняком Значит так, далее набираем перламутровые тени И накладываем поверх этого самого консилера Вернее, корректора А мне кажется, очень даже неплохо все выходит Возможно, даже в этом есть свой изюм Потому что шаблон оказался маленький и мой корректор не перекрыл века полностью до внутреннего уголка Так что, мне кажется, все сработало А теперь мне необходимо ваше мнение Так что пишите в комментариях Мне буквально сегодня прислали этот ролик И я, конечно же, решила его включить в этот выпуск Потому что способ действительно очень прикольный, интересный При помощи бублика девушка показывает, как быстро и просто сделать себе аккуратные, красивые локоны Я уже подготовила точно такой же бублик и резинку Первое, что нам нужно сделать, это заплести высокий хвостик Как-то так пока что Можно пропускать через наш хвостик бублик Теперь разделяем на две части Обматываем вокруг бублика каждую из прядей Одна сторона у нас готова Теперь осталось вот эту часть волос обмотать Тут получается у нас два в одном И прическа в виде пучка, и локоны Ну, насчет локонов я, конечно, поторопилась Мы ведь еще толком не знаем результат По идее, с этой кукишкой нужно лечь спать, чтобы эффект был круче Вы-то знаете, как ускорить этот процесс Правильно, при помощи фена Сушить феном, это, конечно, не самое лучшее занятие Но мне в тот момент не хотелось долго ждать Было очень любопытно Расплетаемся Удивительно, но ничего не запуталось На голове никакого гнезда нету А вот и легкие волны Но почему-то они на одной стороне лучше получились А на другой их практически нету Скорее всего, просто феном мало сушила А это значит, что лайфхак проверен не до конца Поэтому эту ночь я спала с этим самым пучком И утром меня ждал уже совсем другой результат Смотрите, из той и с другой стороны все получилось идеально Вы наверняка знаете, как иногда сложно бывает снять лак с ногтей И в следующем эксперименте нам понадобится обычный тампон То есть, смотрите, этот тампон окунают в жидкость для снятия лака Затем просто помещаем палец вовнутрь тампона Здорово! Подготовим удобную емкость Тампон Кстати, у меня точно такой же, как и в видео Поместим его прямо сюда И дальше этот тампон нужно пропитать жидкостью для снятия лака Ну вот его уже раздуло И он полностью готов к обороне Конечно, спиливать гейлак с ногтей мне жалко Поэтому наношу лак прямо сверху на гейлак Одного слоя, я думаю, будет недостаточно Слишком просто снять Поэтому покрою двумя плотными слоями Теперь главное дождаться полного высыхания Вроде застыл Следы не остаются Засовываем палец и вот так крутим этот тампон Будь-то закручиваем крышку Вау, палец чистенький, без следа от лака Остался у нас большой палец Справится ли он с ним И тут мы видим, что наше изобретение тоже справилось Я считаю, все сработало Только есть ли смысл тратить тампон Не совсем экономно Вот еще очень популярный способ Который мне часто попадается на глаза Это маникюр с отпечатком пальца Не знаю, получится у меня что-то или нет По сути, такой маникюр не требует никакого умения У меня как раз-таки маникюр сейчас с черным цветом Так что давайте попробуем Попробуем на большом пальце Как раз места много Я подготовила белый лак Наносим на подушечку пальца Излишки, конечно же, все нужно убрать Это можно сделать ненужной картой Или кусочком картона, как я Поверхность стала уже не такая плотная Нажимаем хорошенько на ноготь Но подобного результата у меня не вышло Я на самом деле пробовалась с другими лаками Результат был один, такой же Возможно, я что-то сделала не так Дизайн меня явно не устраивает Мы с вами уже сделали огромное количество лайфхаков с использованием утюжка Это были какие-то локоны И какие-то нестандартные способы, например, с фольгой Не так давно я наткнулась на вот такой способ создания локонов Они получаются очень необычными Тут, конечно, девушка делает себе их не сама Но смогу ли я это сделать? Давайте-ка сейчас проверим Главное, пальцы не сжечь Так Видео это выглядело намного проще, если честно Возможно, в ролике наносилось какое-то дополнительное укладочное средство В принципе, мне кажется, результат очень бомбезный Мне даже, если честно, такой локон больше нравится, чем в видео Сейчас я попробую обработать еще и другие прядочки Чтобы увидеть хотя бы какую-то общую картинку Когда зеркало от тебя за километр Не очень-то удобно это все крутить Но все же я справляюсь Эффект, конечно, мне понравился Он, возможно, получился не совсем такой, как заявлено в этом видео Скажу вам сразу, что к такому варианту нужно приноровиться Потому что некоторые пряди очень сложно вот так вот загнуть зигзагом Чтобы по ним еще и вдобавок потом пройтись утюжком И занимает этот способ немало времени, чтобы обработать каждую прядочку Конечно, сейчас уже немножко это все расплелось Но нужно просто зафиксировать все лаком Так что мне кажется, способ рабочий Единственное, мне было страшно, что я сожгу себе пальцы Кажется, пришло время приступать к самому страшному К самому трешовому лайфхаку из этого выпуска Эти видео ходят уже очень долгое время по инстаграму Но я так и не решилась на такой способ нанесения подводки на глаз Первое время я реально думала, что это какое-то специальное средство Которое и нужно именно так наносить Я сейчас редко, конечно, пользуюсь такими подводками жидкими В основном это фломастер Либо гелевая подводка Но одна у меня есть такая Так что мы сейчас попробуем Я сейчас ничего не буду говорить Потому что мне и так очень сложно Вы просто посмотрите на сам процесс Девочки, ощущения, конечно, непередаваемые Когда касаешься глаза, у меня он сразу покраснел, заслезился С другой стороны зрелище получилось жестче Подводка просто растеклась по глазу Я думала уже что-то не так Слизистая подведена Но потом вся табяка собирается под нижним веком Думаю, эта хитрость точно не достойна вашего внимания И она бесполезна До сих пор в глазах как-то неприятно Вы видели, что все работает Но ни в коем случае не вздумайте это повторять Если у вас чувствительные глаза То могут появиться какие-то проблемы Реально Мне сейчас до сих пор, если честно, неудобно на глазах Поэтому лучше это все скорее смыть На этом все Надеюсь, видео было интересным и полезным Мы с вами разоблачили некоторые лайфхаки Не забывайте скидывать мне интересные идеи в инстаграм Не скучайте Всех люблю И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok